Обновление зданий и кабинетов длилось на протяжении двух лет. Сегодня в ауле Адыге Хабль торжественно открыли начальную школу. Яркая концертная программа, посвященная Дню Студента, во всех учебных заведениях проходят праздничные мероприятия. Город Карачаевск принял участие во всероссийской акции «Блокатный хлеб», посвященный 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Он поет, пишет стихи, переводит тексты, песен на другие языки. Народному артисту Карачаева Черкесии Расул Аркенову исполнилось 70. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева Черкесия». Сегодня в ауле Адыге Хабль торжественно открыли начальную школу. Обновление зданий и кабинетов длилось на протяжении двух лет. О новшествах учебного заведения расскажет Дарья Тендит. Начальная школа в Адыге Хабле была построена почти полвека назад и нуждалась в обновлении. Благодаря программе капремонта, теперь это современное здание, где созданы комфортные условия для учебы и развития более чем 300 учеников. Торжественное мероприятие проходило в новом актовом зале. Модернизация системы школьного образования предоставила беспрецедентную возможность привести наши образовательные учреждения в соответствии с требованиями стандартов. На сегодняшний день в нашем районе отремонтировано 6 образовательных учреждений, капитально отремонтированы. Не осталось ни одного сантиметра, к которому не прикоснулись бы строители. Отремонтировано все, кроме ремонта основных средств. Школа оснащена самым современным оборудованием. Поздравления сменяли творческие номера школьников. Учащиеся начальных классов читали стихи, пели и танцевали. Поздравить детей и учителей с открытием обновленной школы приехал заместитель министра образования и науки Карачаева-Черкесии Шамиль Шаманов. В двойне приятно видеть детишек, как они рады. Я представляю себе, как они, когда только вошли в школу и увидели всю красоту, которую они в стихах передали, светлую школу. Пусть у детей будет светлая жизнь, пусть у них будет яркая жизнь, и дорога будет всегда открытой им. После торжественного мероприятия гостей пригласили на экскурсию по школе. Работа была проведена не только по обновлению фасада, но и внутренних помещений. Стало тепло, светло и комфортно. В школе появился Центр детских инициатив для дополнительного образования учеников. Обновили спортивный кабинет. Помимо школьной мебели, приобрели цифровое оборудование в каждый класс. Ученицы четвертого класса рассказали, что с нетерпением ждали открытия родной школы. Там всегда добрые учителя, и я очень рада, что когда они даже заставляют делать уроки, они все равно нас очень сильно любят. Учителя – это наша вторая семья. Это место, где ты можешь увидеться со своими друзьями, получить много знаний. При этом тут очень можно получить очень много веселого времени. Обновленная школа стала настоящим подарком для жителей аула. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Руководство избирательной комиссии Карачаева, Черкесии и сотрудники аппарата прошли обучение по вопросам подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. Мероприятие провели члены ЦИК России и начальники управления в режиме видеоконференц-связи. С приветственным словом к обучающимся обратилась председатель ЦИК России Элла Панфилова. В ходе занятия подробно с демонстрацией слайдов рассмотрели ряд актуальных основных тем. Регистрация избирателей, составление уточнений и использование списков избирателей, применение механизма мобильный избиратель, предвыборная агитация, аккредитация представителей СМИ, организации и проведение голосования в течение нескольких дней подряд. Во всех учебных заведениях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню студента. Виновников торжества и преподавательский состав Педагогического колледжа имени Умара Хабекова поздравила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Студенты и преподаватели подготовили яркую концертную программу, посвященную одному из главных праздников российского студенчества. Подробности у Али Баташева. Атмосфера молодежного праздника с ноткой светлой ностальгии передал в своем музыкальном подарке преподаватель Ленор Александров. Всех виновников торжества поздравила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Я желаю, чтобы вы полной грудью проживали каждый день студенческой жизни, чтобы он был насыщенный и интересный, чтобы у вас было много друзей и увлечений, чтобы вас окружали порядочные люди. Я желаю, чтобы ваши сессии проходили легко, чтобы вы были жадными на знания, потому что вы, дорогие ребята, будущее нашей страны. Самым достойным студентам и преподавателям педагогического колледжа имени Умара Хабекова в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные подарки. Министр Инна Кравченко пообщалась с ребятами и ответила на вопросы, интересующие студентов. Первокурсница Татьяна Ким впервые отмечает главный праздник российского студенчества. Юность – незабываемая пора ярких впечатлений от жизни и новых знаний, считает студентка. В новых знакомствах, в открытии для себя чего-то нового. Имя Тане мне нравится, его предложил мой папа. Мама с папой много спорили, как меня назвать, но в итоге решили назвать честь бабушки. Для меня студенческие годы, они самые, наверное, интересные, самые яркие, запоминающиеся, потому что я училась в этом колледже, тогда это было педагогическое училище. Это было время моего личности на восстановление, не побоюсь таких слов сказать. А сейчас мы со студентами такая большая, дружная, творческая семья. Татьянин день – прекрасная возможность показать свои таланты на сцене. Со своими лучшими номерами выступил ансамбль «Гармонь» и другие творческие коллективы педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. К 80-летию снятия блокады Ленинграда в Карачаевске прошел региональный этап всероссийской акции «Блокадный хлеб». Городская молодежь вспомнила события, которые пришлось пережить ленинградцам в страшные 872 дня, когда они были изолированы в собственном городе и обречены на голодную смерть. Участники акции, студенты колледжа Максу, волонтеры основательно подготовились к мероприятию, решили провести его прямо на улице. Дети рассказывали сверстникам о событиях, происходивших в осажденном городе. В стихах и рассказах они передали весь ужас умирающего от голода Ленинграда. Акция приурочена к тому, чтобы молодое поколение не забывало историю своего народа. Ну и, конечно же, чтобы они помнили героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. То есть, чтобы они помнили о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, которые пережили беспрецедентную блокаду. Эта продовольственная карточка и хлеб, который получали для ленинградцев, наверное, имела значение больше, чем любая другая драгоценность или другое благо для самого человека, для выживания человека. А условия, в которые были поставлены ленинградцы в период блокады, были действительно нечеловеческие. Ведь Германия воевала именно в Ленинграде, вернее, в блокаде кольца Ленинграда воевала не с армией, с красной армией, а с мирными жителями. И они своей стойкостью, героизмом действительно помогли нам отстоять Ленинград. Враг так и не смог проникнуть в город и захватить этот город. Он пишет стихи, переводит тексты песен на другие языки. Его репертуар очень разносторонний. Это как фольклор, так и современные мелодии. Песни его проникают в сердце каждого. 70 лет исполнилось известному певцу, солисту популярной группы «Джигетей», народному артисту Карачаевой Черкисии Расулу Аркенову. С юбилейного вечера пою, значит живу, репортаж Алла Динаева. Песня «Джигетей» Через песни и поэтические строки. Многие годы он делится своей душевной теплотой. 70-летний юбилей отмечает народный и заслуженный артист Карачаева Черкисии Расул Аркенов. Свою трудовую деятельность в 1976 году он начал зоотехником в совхозе «Джигутинский». Вскоре на два года ушел в армию, служил в танковых войсках. После вернулся трудиться в совхоз. В 1986 году стал директором сельского дома культуры в ауле «Новая Джигута». А уже через два года, в 1988 году, начал работать в Узджигутинском районном центре культуры для детей и молодежи. В настоящее время Расул Аркенов является руководителем фольклорного народного ансамбля «Апсаты» эстрадной вокальной группы «Джигетей». Много сил и времени он уделяет творчеству. Делегации из Кабардино-Балкарии, глава ряда фамилий, представители общественной организации «Алан Халк», друзья, родственники, коллеги и, конечно, поклонники собрались на юбилейный вечер талантливого человека, любимого артиста. Величие народа не зависят от его численности. Народ великим делает отдельные личности, говорили выступающие. В нашем понимании, Расул Аркенов – один из таких наших парней, который делает наш народ великим, известным на весь мир. И это, когда осознаешь, переполняешься гордостью. Народ, который потерял свою культуру, не хранит свой язык, не бережет свою историю, этот народ обречен на гибель. Но благодаря таким ребятам, как наш Расул, наш карачаево-балкарский народ обречен на процветание. Вчера президент Путин сказал, кто не любит малую родину, не любит большую родину в свою страну. Труд, жизнь нашего друга – это образец служения и своему народу, и нашим другим народам, всему Кавказу и всей России. Мы его поздравляем. Вот этот рок – это рок изобилия. Ты должен из него исторгать музыку, песни, слова, делиться с нами Айраном. Песня рождается для народа. Она вдохновляет и окрыляет людей, вмещая в себя все человеческие чувства. А еще песни Расула Исхаковича. Они несут добро, красоту, тепло, радость, надежду. И этот перечень можно продолжить бесконечно. Поприветствовав пришедших на праздник, юбиляр свою речь начал с благодарности и пожеланий всем матерям. А за тех, которые ушли из жизни, попросил совершить дуа. И первым для собравшихся в свой юбилейный вечер исполнил песню о матери. Стихами, в прозе, песнями, танцами, а главное – с уважением и восхищением выражали поздравление юбиляру. Вручили виновнику торжества и награды. Когда красивая мелодия и стихотворения с глубоким смыслом соединяются, рождается отличная песня, которая обретает бессмертие. «Пусть и тебя народ бережет, как и твои песни долгие годы», – говорили пришедшие на праздник. Гости торжества Алим Тепеев и Алим Газаев порадовали собравшихся композициями. А песню про маму зрители слушали стоя. Семидесятилетний юбилей – это начало новых творческих свершений, новых побед. И все эти труды ради любимых и преданных зрителей. В завершении праздничного вечера Расул Эркенов выразил благодарность всем, пришедшим на юбилейный вечер. Алладинаева, Мединаджан Кюзова, Ренат Муков, Вести, Крачево-Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите специальный репортаж Ольги Савенко с заседанием медико-социальной экспертизы. Репортаж Ольги Савенко